Доброго времени суток, друзья! С вами Татьяна Курячая. Мы находимся с вами на бесплатном уроке Сдвинься с мертвой точки и начни действовать. Так вот, сегодня у нас третий урок и называется он Планирование деятельности. Давайте вспомним, что мы с вами прошли на первом и втором уроке. На первом уроке мы прошли с вами анализ, то есть мы проанализировали свою деятельность, свои взгляды на жизнь, свое желание добиться чего-то или не добиться. Мы с вами проанализировали свою структуру, мы сделали анализ, почему наши результаты не те, которых мы ожидали. А на втором уроке мы определились с пониманием, что такое целиопределения, что такое целиполагания и что такое целиудержания. Мы с вами там поработали над мыслями, мы поработали над тем, как правильно ставить цель и зачем нам эта цель нужна. Я надеюсь, что каждый из вас дополнительно проработал все эти пункты и определился со своей целью, потому что сейчас вам необходимо будет эту цель положить на план своей деятельности. Мы все с вами в сетевом маркетинге и, соответственно, мы все знаем, что у нас огромное количество видов деятельности. Первый вид деятельности – это продажа. Если вы не будете на первоначальном этапе продавать продукцию, то вы никогда не научите своих людей продажам. Поэтому это первый вид деятельности. Второй вид деятельности – это приглашение консультантов в компанию Фаберлик. Если вы не научитесь приглашать консультантов в компанию Фаберлик, вы не обучите своих людей приглашать их тоже. Есть третий вид деятельности – это построение крупной структуры и квалификационный рост. Это третий вид деятельности – это каждодневные определенные действия, это работа со структурой, это обучение и многое-многое чего другое. Но начнем мы с вами сегодня немножко с другого. Мы начнем, как приглашать людей в компанию. У кого-то из вас есть структура, у кого-то ее еще нет. И я начну просто с того момента, как я начала приглашать людей в структуру. Все, кто смотрел первый и второй урок, они помнят, что я рассказывала, что я уволилась из магазина и приняла решение в короткие сроки сделать квалификацию директора. И те, кто смотрел первый ролик, знают, что за три месяца я открыла квалификацию директора. Я вам расскажу одну фишку, которой я работала. Называется эта фишка «Работа в трех метрах». Это и холодные контакты, это и теплые контакты. Вы все знаете, что существуют теплые контакты. Это список знакомых, это те люди, которые нас окружают, это наши соседи. Я часто шучу со своими консультантами и говорю, даже соседская собака, которая знает вас в лицо. Очень важно написать этот список знакомых, потому что с этого я первая начинала. Как составить список знакомых, я немножко сейчас вам расскажу. Очень часто люди садятся за этот список и начинают писать на памяти людей, которых они знают. Это немножко неправильный вариант, потому что список знакомых, он составляется гораздо проще. Чтобы вспомнить всех, кого вы знаете, вам необходимо сделать такой вариант. Вспомните, где вы работали. Это один из пунктов списка знакомых. И напишите всех людей, которых вы там знали. Даже если вы с кем-то не были лично знакомы, но вы знали, что зовут его. Ольга, Евгений, ее зовут Ольга там и так далее. Например, начальник, работник, коллега, приходящий кто-то на вашу работу. Напишите всех людей, которых вы знали оттуда. Второй список знакомых – это наши близкие. С ним, конечно, работать лучше вторично, потому что очень часто наши близкие, они знают наши тонкости, они знают наши какие-то дефекты, они знают, в чем мы компетентны, в чем мы некомпетентны. И очень часто наши близкие воспринимают нас немножко не так, как хотели бы мы себя воспринимать. Этот список нужен, но он вторичен, потому что в него войдут мама, папа, сестра, брат, дядя, тетя, племянница, племянница двоюродного, дяди и так далее и тому подобное. Здесь очень хорошо работать с этим списком знакомых, если находятся люди в другом городе, абсолютно в другом регионе. Они редко вас видят, они мало вас о нынешней знают, и поэтому у них немножко более объективное отношение к вам будет. Те люди, которые окружают вас вокруг, у них субъективное мнение. Они всегда смотрят, как вы одеты, они видят вас где-то в домашней обстановке, и, соответственно, у них восприятие вас как бизнес-леди или как человека, желающего достичь очень многого, могут быть теми курочками, про которые мы с вами говорили на втором обучении. Поэтому, кто еще входит в список знакомых? В список знакомых входят ваши соседи, в список знакомых входят дети в садике, родители детей с садика, воспитатели, методисты и так далее. То есть вот где вы находитесь, где вы были, это и есть список знакомых. В список знакомых очень хорошо заносить, людей из книжек. Вы знаете, как бывают телефонные книжечки, у многих еще остались прежние, то сейчас мы в сотовых телефонах есть. Сотовый телефон – это естественно. Вы набираете в сотовом телефоне свой список, и у вас там может быть тысяча людей, которые могут стать списком ваших знакомых, потому что у вас уже какой-то контакт с ними был, и вы уже что-то с ними делали. Сейчас в список знакомых может войти друзья в интернете, потому что вы уже там общаетесь, вы с ними о чем-то говорите, то есть контакт установлен. Вот все, кто, с кем вы установили контакт, это и есть список знакомых. Что такое холодные контакты? Холодные контакты – это те люди, которых вы не знаете. Это те люди, с которыми вы ни разу не встречались на улице, вы их вообще впервые видите. На холодных контактах очень часто делают что? Это соцопросы, это листовки, это дни открытых дверей, когда вы раздаете, приглашаете, это объявления в газету, это все холодные контакты. Есть еще очень хороший метод – это конфетная лотерея. Вот смотрите, есть у нас реальные хорошие методы, которые дают результат. Это список знакомых. Реально хороший метод – это конфетная лотерея. Реально хороший метод – это соцопросы. Реально хороший метод – это приглашение на мастер-классы. Почему? Потому что до тех пор, пока вы не установили контакт с человеком, которого вы приглашаете, человек может прочитать, потом забыть про вас, выкинуть эту листовку и уйти. Когда работают листовки? Когда вы не просто отдаете в руки, а устанавливаете хотя бы короткий контакт. Улыбаетесь, говорите это вам, может быть, зададите какой-то вопрос. Вот что-то должно быть такое, благодаря которому человек обратит на вас внимание, но вы должны обязательно очень хорошо выглядеть, потому что человек вас воспринимает именно с того, как вы выглядите. Если вы выглядите как бизнес-леди, если вы выглядите очень аккуратно, собрано, корректно, и вы не навязываете свои действия, вы не навязываете желание, ну придите ко мне, как некоторые говорят, то тогда люди на вас адекватно реагируют, и они вас считывают. Они воспринимают вас такой, какой первую минуту увидели. Именно это играет большую роль в том, придут ваши люди или нет. И вот, это вы все, возможно, знаете. И эти методы, они огромные и большое количество их. Я с вами поделюсь сегодня одним методом, который я очень люблю. По роду своей жизни, я бы не сказала, что я ленивый человек, я бы сказала, что я очень деятельный человек, но я люблю делать дела на диване. Но это, конечно, в кавычках, не подразумевается телевизор так-то тапочки. Это подразумевается, то есть, чем мне комфортнее, тем мне лучше. Так вот, я очень люблю работать в трех метрах. Что это значит? Посмотрите, где вы обычно бываете. Напишите список тех мест, где вы бываете. Вероятнее всего, вы едете в транспорте, в котором вы ездите постоянно. Может быть, вы едете на работу, и вы постоянно в нем находитесь. Может быть, вы везете ребенка в садик, вы постоянно ездите в одно и то же время в этом транспорте. И в этом транспорте уже есть люди, которые знакомы вам в лицо. То есть, есть маленький контакт, вы не знаете, кто этот человек, но есть маленький контакт, за который можно уцепиться. Работа в трех метрах. То есть, вы сидите в транспорте, с кем-то познакомились, отдали каталог, отдали листовочку пригласения или надения открытых дверей. Или, может быть, сказали, вы знаете, я бы хотела вам предложить бесплатный косметический сеанс, благодаря которому вы сможете испытать удивительную продукцию, нашу. Я составлю вам комплекс продукта, то, что подходит именно вам. И отдать ей каталог. Обязательно с логотипом здесь. Что, где вы еще можете находиться? У вас есть магазин, в который вы ходите. Я не поверю, что вы все время ходите в разные магазины. Да, возможно, частенько вы ходите в разные магазины. Но когда вы бежите с работы или когда вы ведете ребенка с садика, когда вы идете в гости, вы все равно есть возле дома магазин, на который вы ориентируетесь. Вы забегаете, покупаете молоко, хлеб. Это место, где вы бываете всегда. У вас установлен уже небольшой контакт с этим продавцом. То есть, человек, который является чужим для вас, он уже немножечко-немножечко в теплом контакте с вами. И вот здесь очень важно работать, отдать каталоги, листовки и так далее, о том, о чем я вам говорила. Дальше. Где вы бываете? Вы бываете в кафе. Когда я сижу в кафе, я никогда не трачу время. Я, например, заказала себе еду. И прежде чем сделать заказ, я говорю, девочки, я обращаюсь так по своему возрасту, потому что я не 15-летняя девочка. Поэтому я говорю, девочки, пока мне готовят еду, пока я жду заказ, вы, пожалуйста, полистайте каталог, вот есть листовочка, у вас есть возможность сделать мне заказ, и так далее, и тому подобное. То есть, я здесь тоже или листовку, или день открытых дверей. То есть, все, что мы используем, но я это делаю вместе, работа в трех метрах. Где мы еще бываем? Мы бываем в гостях. Нас кто-то пригласил в гости. И очень часто, не то, что нужно всем раздать каталоги, и обязательно всех заставить не день рождения праздновать, а по каталогу, каталоги рассматривать. Вы можете просто-напросто, если вам сделают комплимент, скажете, вы потрясающе выглядите, чем вы пользуетесь, вы можете рассказать компанию Фаберлик, подарите этот каталог. Когда происходит, например, Новый год, или какое-то мероприятие такое крупное, станьте мини-спонсором, подарите какие-то маленькие подарочки, обязательно каталог и листовочку на приглашение. То есть там, где вы находитесь, там, где вы бываете, вам необходимо. Вот мест огромное количество. Вам нужно написать все эти места для себя, где вы бываете. Вспомни все места. Садик, школа, работа. Огромное количество мест, где вы можете находиться. Я очень люблю работать в такси. У меня все таксисты знают, что я работаю в компании Фаберлик. Но важно другое. Не просто где вы находитесь. Вам необходимо. Первое. Что сделать? Завести тетрадь. Большую тетрадь, которой вы будете делать анализ, наш любимый. Что нужно сделать? Написать первый день. И в этот первый день вам нужно написать пять человек, которых вы за этот день оповестили о том, что вы работаете в компании Фаберлик. Может быть, это будет состоять так. Валентина. Отдала арестовку, заинтересовалась, договорились о встрече. Например, предположим, вы договорили... Следующее. Игорь. Гуляли вместе с собакой. Неинтересно и не хочет. То есть, вы пишете человека и пишете резюме, что этот человек сказал. Подруга Светлана. Встретились, обрадовались, обменялись телефонами, хочет зарегистрироваться. Вот этих пять человек, с которыми вы поговорили, нужно записать в конце дня в этот список. И написать результат, что там произошло. А потом написать и того. То есть, и того. Два, например, консультанта, или два приглашенных, или два нежелающих, или один нежелающий. Вот все, что эти пять человек сказали, вот это вы пишете и туго. И так нужно сделать 21 день. Мы с вами об этом говорили первым, на первом уроке, на втором уроке. 21 день необходимо это повторить. Если вы это будете делать, именно благодаря такому методу, у меня в структуру прибыло огромное количество консультантов за три месяца. Я передавала этот опыт своим консультантом. И они делали то же самое. И вот благодаря этому у меня там выросло огромное количество лидеров, огромное количество людей, желающих и стремящихся вместе со мной достичь этого результата. Очень многие мне задают вопросы. А когда у вас появился первый лидер? Первый лидер у меня появился с первого мастер-класса. То есть я каждый день по пять человек оповещала. Это первый момент. Там, где я была, работа в трех метрах, я не делала это специально. Я просто понимала, каждый день я должна опросить как минимум пять человек. Как минимум с пятью людьми я должна поговорить. Это не так много. Но обязательно каждый день. Второе. Я просто-напросто помимо этого сделала первый свой косметический сеанс. У меня не было офиса. Я пригласила домой семь своих подруг. И сказала, у меня есть опыт косметического сеанса. Я прошла обучение по этому. Я могу каждому из вас сделать программу по уходу за собой. Семь моих подруг пришло ко мне из списка знакомых. Из этих семи подруг одной я делала косметический сеанс дома. Из этих семи человек трое у меня зарегистрировались, а четверо остались привилегированными покупателями. Они до сих пор покупают продукцию у меня как клиенты. Но из этих трех двое у меня крупные лидеры. У одной структура в полторы две тысячи, а у другой структура в четыре-пять тысяч. То есть это люди, которые вместе со мной начали двигаться, которые начали повторять мой опыт. Вот. Что я сделала? Давайте акцент поставим. Каждый день я говорила с пятью людьми. Первое. Второе. Я начала проводить косметические сеансы. и приглашать людей не по одному человеку. Я увеличила КПД. По четыре, по пять, по шесть, по семь. И у каждого из этих людей я брала рекомендации к их знакомым. Все, все вы все это знаете. Ну, теперь давайте обратим внимание на слайд. На этом слайде есть у вас называется Плантсетка. Обожаю этот листочек, потому что это на самом деле листочек. Но это своего рода книга, которая помогает вам в течение месяца двигаться. Вот смотрите. Там рассчитано на четыре недели. Пятую мы уже не берем, потому что ее можно, ну, всякое бывает, бывают форс-мажоры. Там у нас четыре недели. И распланировано все до воскресенья. То есть семь квадратиков. Правильно? Вот смотрите. В каждый квадратик вам нужно в верхнем левом углу написать один консультант регистрация. Даже если вы не зарегистрируете одного консультанта в день, вы будете помнить, что вам необходимо в каждый день зарегистрировать как минимум одного консультанта. Так вы прописываете весь месяц. Почему листочек? Почему не ежедневник? Ежедневник это очень здорово. Но есть категория людей, которые ежедневники не любят. И когда они начинают планировать и начинают злиться, они этот ежедневник забыли где-то, они хотят там красиво написать и начинаются проблемы. Этот листочек вам поможет. Знаете как? Вы его ложите в файлик, вы его можете сложить вот в маленький кусочек и положить в сумочку. Если вдруг кто-то вам из людей говорит, давайте с вами встретимся, я хочу. Вы достаете этот листочек и говорите, подождите, я вам скажу, когда у меня свободное время. Вы смотрите на этот листочек и вы видите, что у вас, например, в пятницу или в субботу в определенное время свободное время. Вы этому человеку показываете, смотрите. То есть, понимаете как? Есть методика выбор без выбора. Давайте или в пятницу во столько-то, или в субботу во столько-то. Но очень часто сейчас люди знают, что эти методики мы используем. И они не воспринимают их, они понимают, что мы играем с ними. Вот этот листок он покажет вашему человеку, который хочет, что вы не обманывайте, что вы очень занятый человек. Но что вы ему говорите, давайте встретимся вот тогда или тогда, когда вам удобно. И вы записываете туда. То есть, это всегда при вас. Можете в кармашек положить, можете в сумочку положить, можете положить в кармашек джинсы, если вы пошли гулять. То есть, работа в трех метрах это всегда с вами. Понятно? Как сделать так, чтобы этот листочек был весь занят? Потому что, по первости, он не будет занят. Вам необходимо сесть и прописать те действия, которые вы не можете отменить. Дела, которые вы не можете отменить. Например, вы не можете отменить, вы отводите ребенка в садик. Вы не можете отменить. Вы не можете отменить приготовление еды. Назначите время, чтобы у вас больше было свободного времени. Вы это записываете. Вы не можете отменить, например, день рождения мамы. Напишите этот день, и вы будете четко всем говорить. Извините, у меня в этот день, день рождения, мамы, меня, сестры, я не могу. Вы не можете отменить, например, свадьбу вашего друга. Поэтому вначале вы прописываете все, что вам необходимо сделать в этом листочке, в этот месяц, а потом вы пишете уже то, что вам необходимо сделать, то есть планирование свое. Это листочек не для того, чтобы вы по времени все расписывали, вы просто пишете на этом листочке первый пункт, один новый консультант, регистрация, одна бизнес-встреча, например, день рождения мамы, приготовление еды. Вы просто пишете фразы, потому что обратите внимание на следующий слайд. Следующий слайд называется слайд недельный, то есть там у вас понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и суббота, воскресенье оставляем на выходной или на форс-мажоры. Если, предположим, у вас понедельник форс-мажор, значит, воскресенье вы планируете вместо понедельника. Понятно, о чем говорю? Вот там у вас прописано время. Вот по этому времени вы действительно берете и планируете это. То есть вот там вы уже по времени расписываете, что вам надо делать, что вам не надо делать. То есть вы там более четко прописываете, когда вы делаете телефонные звонки, когда вы делаете мастер-классы, когда у вас обучение, когда вы смотрите ролики мотивирующие. То есть там вы по времени четко расписываете. То есть это два листа, которые вы носите с собой. Один для клиентов или для будущих консультантов, с кем вы встречаетесь. Это где квадратики. А второй именно недельный, чтобы это для вас, чтобы это было при вас. Вы там можете почиркать, начиркать и все, что можете, хотите, то и сделаете. Можете порвать и новый сделать. Это не проблема. Ежедневник сложнее. Вы уже не порвете. Вы написали, говорите, я прописала уже весь месяц, там уже по датам. Я не могу теперь там поменять, у меня уже места нет. Здесь вы можете распечатать заново и заново все прописать, если ваш наставник скажет, неправильный план. План нужно другой. Понятно, правильно, что говорю? Там вы пишите раздача листовок во вторник и в пятницу. Бизнес-встречи в четверг и воскресенье. День рождения в суббота, суббота, суббота. Обучение понедельник, понедельник, понедельник. То есть презентации вторник, вторник, вторник. Понятно, о чем говорю? И обязательно пишите одного консультанта в день. Если, предположим, вы не зарегистрировали одного консультанта в день, то вы делаете так. Не зарегистрировали, не бьете себя по голове, не жалеете, не страдаете, говорите, все, у меня все прошло, у меня ничего не получилось. Вы этого не делаете. Вы делаете другой момент. Вы знаете, что на второй день вам нужно двух консультантов в день. Если вы неделю ничего не будете делать, то вам в понедельник придется регистрировать восемь консультантов. Восемь консультантов вам придется за один день регистрировать. Если так вам удобней, ради бога, вы целый день на бизнес-встречу и целый день регистрация всех консультантов. Как вам удобнее, вы делаете сами, планируете для себя. Но обязательно пишите одного консультанта в день. Это на подсознание ложится, и тогда у вас прибывает большое количество людей. У меня в структуре прибывает то 39, то 40, то 50 консультантов в структуру. Но это прибывало в мою личную группу. А сейчас мои лидеры это повторяют. И если мы начинаем смотреть, то у меня уже в структуру и 100, и более консультантов ежемесячно прибывает. Вы можете спросить, куда они деваются? Там у них происходит выбор. Потому что я не заставляю никого. Может быть, это моя ошибка, но может быть, это моя привилегия. Может быть, после этого люди не хотят от меня уходить. Может быть, те привилегированные покупатели, которые остаются со мной, они очень меня любят и никогда не переподпишутся в другую структуру. Потому что они знают, что для меня важен каждый человек. И у каждого человека моей структуры есть выбор. Я прям людям конкретно говорю. Какие планы у вас на Фаберлик? Вы зачем пришли? Люди в стопор встают. Как зачем? Фаберлик. Я говорю, хорошо. Вы хотите зарабатывать деньги, заниматься продажами? Вы хотите строить бизнес и расти по карьерной лестнице и развиваться? Или вы хотите просто быть привилегированным покупателем? Они говорят, ой, пока привилегированным покупателем. Я говорю, без проблем. Но как только вам нужны будут деньги, вы приходите и мне говорите, Таня, мне нужны деньги. Давай, будем прописывать бизнес-план. Как только человек говорит, я хочу, мы с ним садимся, и я начинаю с ним индивидуально работать. Найдите таких людей, найдите звезд среди этого большого количества. Там гораздо проще, потому что там работает статистика 80 на 20. Закон Паретто. Вы этот закон все знаете. Представьте, если вы, предположим, за месяц приглашаете всего 3 человека, 3, то знаете, 2,5 уйдет, 0,5 останутся, уши останутся. Если 9 человек вы приглашаете в месяц, то 7,5 уйдет, и только 1,5 останется. А представляете, помните, мы с вами рисовали бассейн? С этого бассейна начнет оп-оп-оп-оп-оп падать. То есть из этого бассейна начнет утекать эти люди, потому что на самом деле закон работает. Как на вход, так и на выход. И имейте в виду, если вы за большое количество времени привели за все время, пока вы в Фаберлик, всего 5-10 человек, тогда скажите себе, я ничего не хочу. Я не хочу изменить свою жизнь. Я не хочу поехать на Канарские острова. Я не хочу поехать с компанией в Таиланд. Я не хочу красивую машину. Я не хочу большой доход. Я не хочу ничего. Меня устраивает такая жизнь. Тахта, телевизор, тапочки. Не вините никого. Но если вы все-таки действительно хотите чего-то добиться, то помните, 100 человек, 100 листовок, 100 листовок, даст вам 80. Уйдут, 20 придут посмотреть. Из этих 20, из этих 20, 15 человек уйдет, и только трое останется. Поэтому, когда мне человек говорит, я 100 листовок раздала, и что, и ничего, да ничего. Я раздаю по 400, по 800 листовок в день, по 1000. Вы скажете, и как ты успеваешь все это делать? Я работаю в 3 метрах. Мне без разницы, где я нахожусь. Я всегда у меня с собой. Листовки, каталоги и так далее. Листовки, каталоги и так далее. Сейчас огромный момент, есть хорошие. Это мини-каталоги. Они не такие тяжелые. Хорошо, не хотите мини-каталоги, есть просто буклеты, есть просто листовки. Придумайте красивую фразу. У меня, например, раздаю очень маленькую листовочку. Обменяй купон на подарок. По такому-то адресу. Только с такого-то числа, по такое-то. И люди приходят на это время, неужели у вас нету пробника? Сейчас покажу вам. У вас у всех есть пробники вот такие. У всех? Подарите один пробник человеку. У вас у всех есть вот такие пробники. Разве нету? Ну, подарите такой подарок. Ну, подарите вот такой вот пробничек. Ну, подарите пробник, который вот такой вот пробник. Ну, почему бы нет? Ну, подарите человеку. Ну, предоставьте ему такую реальную возможность, такое удовольствие. Сколько скидочных моментов. Сделайте корзиночку такую, где люди смогут просто получить подарок. Но, за то, что они пришли и получают подарок, вы заводите тетрадь, которая называется регистрация. И вы говорите, мне необходимо записать ваши данные для того, чтобы отчитаться за то, что я вам подарила. И вы записываете ваша фамилия, имя, отчество, ваш сотовый телефон и все данные по регистрации. Многие могут сказать, что я обманываю людей, которые приходят. Я их не обманываю. Я им говорю, я записываю ваши данные, я ваши данные внесу в дисконтную карту компьютера компании Faberlic. И у вас будет уникальная возможность приобретать продукцию с 35% скидкой. Вам это интересно? Они говорят, ну да. А что для этого надо? Я говорю, ничего. Только желание. И когда у вас появится желание, я дарю человеку каталог, я дарю пробник и записываю его данные. Когда я попробовала первый раз такой метод, вот именно обменяя купон на подарок, то у меня за месяц зарегистрировалось лично у меня 30 человек. У моих людей, которые... Там же написано фамилия моих консультантов. То есть я понимаю, чей человек пришел. И я именно под него регистрирую. И получается, что у этих людей тоже прибыло как минимум 5-10 консультантов в месяц. У мелких. Поэтому воспользуйтесь. И теперь обратите внимание на следующий слайд, который называется слайд директор или ОБГ, ключевые показатели. Смотрите, там есть пятый период, это сейчас идет. И так у вас рассчитано на 3 месяца. План и факт. То есть, сколько вы планируете всего консультантов привести... Sorry. Сколько у вас консультантов на начало месяца? План. Напишите. Сколько вы планируете привести новых консультантов? Сколько всего консультантов будет на конец месяца у вас? Из них сколько вы планируете, что будет активных? Сколько будет повышен процент активности? Это те люди, которые у вас уже есть, которых вы уже привлекли. Сколько будет средняя закупка или в баллах у ваших консультантов? Сколько оборот общей будет структуры? То есть, сколько у вас будет? 200 баллов, 600, 1000. Вы здесь пишите то, что вы планируете. Помните, мы записали цель? То есть, цель, она должна быть разбросана на определенный срок. И, соответственно, в этот период у вас должен быть определенный объем. Ваш личный процент, то есть, это на какой процент вы выйдете в этом периоде. И доход на структуру. Это что значит доход на структуру? Когда вы не рассчитываете свою объемную скидку, а когда вы рассчитываете полный, например, 1600 баллов умножить на 44 и умножить на какой процент? Знаете? На 15%. Вот это доход на структуру. Это план. Потом, когда пройдет период, вы запишите, сколько на самом деле факт. И там уже вы будете работать над тем, что вы не доделали, над чем вы не поработали. То есть, вы здесь будете реально видеть, что вам дает результат и что вам не дает результат. Ну, а теперь немножечко о планировании дохода. Вот смотрите, у вас появился слайд групповой объем всех, видите? Групповой объем всех лидеров, у кого больше 100 баллов. Сейчас я немножко вам объясню. Если вы хотите, чтобы у вас сросла не только лидерская структура, но чтобы вы еще и получали определенный правильный доход, то вы выбираете структуру тех людей, которые делают более 100 баллов. Выбираете и умножаете это на 2. Ну, вот пример там указан, видите? Обратите внимание, я не буду его перечислять, он у вас на экране. То есть, у вас, грубо, без лидеров у вас 510 баллов. Да? Не у вас, а там на примере. Объем лидеров 1200 баллов. То есть, у вас, знаете, как должно быть? 1200 умножить на 2. То есть, 2400 должно быть у вас помимо лидеров. Ну, или, предположим, у вас 200 баллов помимо вас. Поэтому, соответственно, умножить на 2 у вас должно быть помимо этих лидеров 400 баллов людей, которые будут делать по 10, по 20, по 50, по 80, по 60 баллов, по 90. Понятно, о чем говорю? Если вы будете всегда обращать внимание каждый период, не только, сколько у вас прибыло новичков, не только, какой процент активности в вашей группе, не только, какая средняя закупка у вас, не только, сколько приводят ваши консультанты, новых консультантов, не только, сколько у вас выросло лидеров, но еще будете обращать внимание, что боковой объем, помимо ваших лидеров, должен быть в 2 раза больше, чем лидерский объем, то тогда я вам обещаю, вы всегда будете счастливы от своего дохода от структуры. Вы всегда будете счастливы от того, что у вас появляются из этого объема новые лидеры, новые консультанты, крупные и замечательные желающие, и вы тогда будете понимать, что вы потратили время на регистрацию, время на этих людей не зря. А теперь я немножко скажу, что мы будем с вами изучать на четвертом уроке. Помните, у нас там было после плана происходит действие, и на этом уроке действия мы с вами рассмотрим, как правильно действовать, что говорить, какие бывают конкретные методы и в каких направлениях нужно двигаться, чтобы это принесло результат. С вами была Курячая Татьяна. Я рада была с вами сегодня общаться, сотрудничать. Успехов вам! Обязательно спланируйте все таблицы, которые я вам сказала, потому что на следующем уроке мы уже будем рассматривать, что вы сделали, что вы не сделали, и будем двигаться дальше. Пока вы не сделаете этот шаг, вам будет сложно перейти к следующему. Рада была вас видеть, хотя я вас не видела. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова